Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день, дорогие друзья, братья и сестры! Сегодня мы читаем, комментируем книгу пророка Осии. Мы знаем, что это пророк Северного Царства, один из самых древних текстов этой книги, из тех, кто вошел в состав Ветхого Завета, Библии еврейской. И в этом отношении текст вызывает особенный интерес, особенное внимание у читателей, у ученых, у комментаторов этого библейского текста. Как мы знаем, в книге пророка Осии есть две неравные части. Первая часть довольно такая колоритная, характерная. И именно по этой части, как правило, Осию как-то вот и ассоциируют, запоминают читатели этого текста. Имеется в виду, история между мужчиной и женщиной, пророком и женой-блудницей, как какая-то метафора в взаимоотношении между Богом и человечеством. Точнее, между народом Божьим, народом Завета, Израилем. Изменяет, блудит жена, изменяет, блудит своему божественному супругу Израиль. И вот чувства этих пророков, детали этих взаимоотношений описываются в первой части книги пророка Осии. Здесь же, тема нашего сегодняшнего разговора, глава четвертая, мы имеем дело уже с начинающимся таким, понимаете, перечнем разных высказываний, видений, наблюдений, которые приходят на ум, осознаются, наблюдаются, видятся автором этого текста, пророком Осии. Поэтому вот будем эти тексты читать, эти видения, эти какие-то высказывания. Между ними довольно условная связь имеется, но, тем не менее, все это является текстом древним, интересным, заслуживающим нашего внимания. Главная мысль этой главы такая – грядет суд. Вот, скоро будет суд, и суд, который объявляют Израилю Бог, на который вызывают Израилю Бог, это и есть очень важная тема сочинений всех пророков. Между Богом и Израилем тяжба, и Бог является одновременно и потерпевшим, и обвинителем, и судьей, а иногда, впрочем, в конце концов, оказывается и адвокатом, защитником своего народа. Над кем суд? Суд объявлен над Израилем, над Северным царством. В основном, речь идет о грехах, о преступлениях именно этого северного государства, в которое входили северные десять колен. Как известно, ученым, историкам, это было очень долгое время доминирующее царство, в тени которого Иуда не очень-то был даже и заметен. Иудея, Южное царство имеется в виду. Главная тема главы – это неверность. Продолжается тема неверности, неверность народа, неверность священников, общее падение от какого-то правильного, Богом данного стиля богопочитания, торжество практик, заимствованных у других народов, у язычников. И все это вместе взято, называется одним общим словом «блуд». Израиль блудит, евреи блудят, и все это вызывает неодобрение со стороны Бога. Вообще, как можно заметить, слово «блуд», понятие блуда, измены, нарушение верности является одним из самых характерных для всего этого текста. Книга пророка Осии о том, что Израиль и шире все человечество и каждый из нас изменяет своему Богу и Спасителю. Итак, читаем, комментируем стих 1, глава 4. Книги пророка Осии. «Слушайте слово Господа, сыны Израилевы, тяжба у Господа с жителями этой земли, ибо нет ни справедливости, ни доброты, ни знания Бога в этой земле». Ну вот, главная тема – это тяжба, это суд, это есть иск, который Бог выдвигает против своего народа. И в этом иске есть три изменения, три, точнее, обвинения. Это есть отсутствие справедливости, какое-то социального какого-то качества, которое обеспечивает какую-то братскую жизнь, равенство какое-то в этом обществе. Так вот, этого нету. Есть диспропорция богатства, есть эксплуатация одним других, и все это называется на языке Библии. У вас нет справедливости. Дальше. Нет доброты, но, конечно же, нет какой-то такой сердечности, эмоциональной близости в отношениях между евреем и евреем, потому что разнообразные препоны, преграды социальные, экономические раздирают общество божье на части. И в конце концов, или как причина всего этого, указано отсутствие знания о Боге. То есть причиной этих проблем социально-эмоциональным, скажем так, является отсутствие, является проблема богословская. Нет правильного богословия, у вас нет интереса к этому предмету, вы не желаете ничего про Бога знать, и в итоге вы оказываетесь частью общества, в котором нет ни справедливости, ни доброты. Очень хорошая формула. Да, можно заучить и практиковать ее, оценивая те или иные приходы, общины, государства, сообщества и так далее. Нет справедливости, нет доброты, нет знания о Боге, знания Бога. Замечу, что в этом перечне нет указаний на то, что нечто культовое, связанное с молитвой, с постами, с праздниками, нарушено. Об этом указаний в этом стихе нет. Выдвигается как главное обвинение, главная претензия, и для пророков это характерная вещь, именно грехи в социальной сфере общества. Дальше. Второй стих. Продолжается обвинение. У вас есть преступление клятв, нарушение клятв и убийство, воровство и разврат. Много стало, и нет конца кровопролитию. Ну вот, опять же, видите, этика, оценивается социальная, этика бытовая жизни, и жизнь вашего общества, о Израиле, омрачена такими вещами, как нарушение клятв. Что имеется в виду? Дал слово, нарушил слово. Не бережешь, не хранишь данное обещание. Обманываешь в коммерческих делах, подбудешь партнера. Дал обещание делать что-то, нарушил, обогатился, но привел к проблемам в жизни своего партнера по каким-то деловым вещам. Дальше. Убийство. Но убийство понимается пророками в очень широком смысле. Это и убийство реальное, это убийство, и такое, понимаете, немножко, вроде бы, лишенное крови. Ну, например, обнищание соседней семьи, эксплуатация бедняков, попрание прав вдов и сирот. Вот все это, вроде бы, не есть убийство, но на языке пророков это есть именно убийство. Воровство. Ну, все понятно. Берешь чужое. Разврат. Нарушение правил половой этики, то есть нарушение семейных уз. Много всего этого стало, и у вас нет конца кровопролития. Замечают ученые, что вот в этих двух стихах, вот, первом, втором, есть указание косвенное на заповеди деколога. Ну, не все, впрочем. Да, вот некоторые. За это и сохнет земля, и поникнут все обитатели ее, и дикий зверь, и птица небесная, даже рыбы в море погибнут. Это очень ценный стих, показывающий то, что существует в прислаблении пророков такое, понимаете, современное, актуальное мышление экологическое, экология, понимание того, что все мы взаимосвязаны. Если делает плохо человек, то неизбежно однажды, через каких-то два шага, два каких-то мгновения, делается плохо и окружающему миру. И эти основные элементы окружающего мира, биопространства, указаны. Это земля, ее обитатели, дикие звери, небесные птицы, и рыба в море, и то они погибнут. Вот такое здесь есть описание неизбежных последствий окружающей природе, того, что люди поступают дурно и грязно. И никто, пусть не смеет возражать, да не станет спорить ни один, ведь и с тобою моя тяжба, о священник. Вот, может быть, священник будет возражать, указывая на то, что он, вот он-то праведен, он-то свободен от всего этого, он-то является человеком безупречным, да, и в этом отношении, хоть как-то вот частично, общество Израиль достойно того, чтобы быть божьим народом. Но нет, этого тоже сценария, он тоже не срабатывает, этот сценарий, ничего такого быть не может, потому что священник тоже является носителем всех этих преступлений. Описывается тотальность преступления, тотальность вины. Нет ни одного в обществе Израиль, где была бы какая-то праведность, безупречность, чистота и так далее. Ты споткнешься днем, и пророк с тобой вместе споткнется ночью. Я погублю твою мать. Вот, священники, да, понятно, но есть другие еще люди в Израиле, которые, возможно, являются божьими угодниками, ходатаями за народ, это пророки, да, но оказывается, что нет, и пророки тоже являются спотыкающимся племенем, спотыкающейся группой населения, потерявшейся, заблудившейся, вот, пророки тоже спотыкаются. Хочется прокомментировать это упоминание пророков, ведь в нашем понимании христианско-православном, скажем так, пророк является проводником воли Божьей. Вот, Осия или Амос, или там, не знаю, Авдий, это пророк, да, но, видите, не совсем так, пророки раньше были какой-то кастой группы населения, наряду со священниками, например, и они вот ходили, бродили, странствовали, там, чего-то пророчествовали, ворожили, гадали, ну, и разные были люди, и хорошие, и плохие в этой категории, так вот, именно эти пророки, как какая-то каста, школа, тут имеются в виду, «Погублю твою мать», ну, довольно непонятное выражение, комментаторы не могут однозначно прокомментировать смысл этого высказывания, возможно, это имеется в виду, какая-то мать, которая известна была в то время, или, как вот пишут некоторые, это есть олицетворение всего Израиля, всей земли, заметьте, что название, опять же, каких-то городов, каких-то объектов географической карты в еврейском языке женского рода, поэтому слово «мать» вполне уместно. «Ведь погиб народ мой, лишенный знания, ты отверг знания, я отвергну твое священство, ты забыл закон твоего Бога, так и я забуду о твоих детях». Вот. Возможно, я подумал сейчас, возможно, мать – это, не знаю, святилище, храм, да, я твою мать, храм, святилище тоже погублю, как ты, видите, как ты губишь народ, не имея и сам знания Бога, не имея и сам интереса к этому знанию, я твое священство отвергну. Вот. Закон ты отверг, это Тора, вот. Ну, впрочем, видимо, еще незнакомая нам Тора, пятикнижья, и этот текст формировался еще, это есть просто традиция, связанная с Моисеем, предписывающая поступать так, а не иначе. Возможно, существовавшая традиция существовала в такой устной форме, так вот, священники традицию эту не хранили, не знали, нарушали, и были инициаторами того, что и прочие люди, тем более, не знали, нарушали и не интересовались этим мучением. Как один все согрешили против меня, и я славу их обращу в позор. Грехи моего народа стали их пищей, они жаждут людского нечестия, одна судьба ждет и народа священника, я заставлю их ответить за их деяния, я воздам им за их поступки. Продолжается это вот такая вот инвектива обвинения против священников, видите, они согрешили против Бога, очень хорошее выражение, грехи народа стали для них пищей, они жаждут людского нечестия, об этом возвещает нам стих 8, этот стих понятен и в наше время, и до сегодняшнего дня очень часто спищей священников является людское, какая-то людская неудача, поражение, грех, смерть, расторжение брака, именно на этих вещах очень часто паразитируют некоторые священники, некоторые клирики, потому что это есть настоящий хлеб любого служителя такого, понимаете, потому что когда есть такая вот ситуация в жизни, есть как будто бы нужда и в храме, и в священнике, а когда все хорошо, никаких других запросов у народа получается нет по отношению к Богу, храму, к священнику, так вот получается в этой связи, что грехи выгодны священникам, и они им как будто бы удобны и приятны, они кормят эту группу населения, за все это будет вас ждать одна судьба священника и простого человека, вот я воздам им за их поступки, будут есть и не насытиться, будут блудить и не разгножиться, ибо перестали хранить верность Господу, блуд и вино старое и молодое завладевают сердцем, но вот описывается какую-то вот видимо какая-то бытовая аморальность священников, это пьянство, алкоголизм, нежелание жить резвой жизнью и видите половая какая-то неразборчивость, итогом этой неразборчивости является то, что вроде бы женщин много у священника, но детей мало, детей вообще нет, не размножаются священники, хотя попыток размножиться в них нет никакого недостатка, а вот так вот работает нарушение божьих заповедей, когда мы их нарушаем, тогда что-то ломается в жизни человека, семьи и в жизни всего общества. Потом начинается описание ритуального нечестия, которое практикует Израиль, вы ритуально нечестивы, у вас практикуются неправильные, противные Богу ритуалы. И эти ритуалы сейчас вот ниже стиха 12 описывает наш пророк Осия. «Мой народ к дереву обращается с вопросом, и палка дает ему ответ. Это потому, что дух болуда сбил их с пути, блудили и отступились от своего Бога». Ну, хоть много раз в комментарии книги пророка Осии я комментировал уже, рассказывал, скажу двумя словами еще раз, что тут имеется в виду. Имеется в виду то, что хананейские обычаи, они как будто бы фонят, как будто они просвечивают, как будто бы они захватывают внимание евреев. Дело в том, что ритуалы очень такая, друзья, сильная штука, ритуалы. К тому же такие простые, видите, это простые ритуалы. Ты идешь за свою деревню, идешь в рощу, там есть ручей, там есть деревья, там есть какой-то камень, жертвенник, и вот твой родной как будто бы храмик приходит, часовня, и там все понятно. Есть вода, это значит жизнь, есть тень от деревьев, значит деревья дают, понимаете, спасение от южного зноя и жара, есть жертвенник, почему бы там не принести жертву Богу, а как Бога зовут? Ну, разные имена у Бога есть, Яхве, Авал, Ивал тоже это Яхва, вот такие вещи, они овладевают сознанием евреев, и это вызывает неприятие усеи и прочих пророков, этот куминизм им не нравится, а почему, а потому что помимо описанного мной, вот, описанного мной выше, роща, ручеек, жертвенник, ну, что плохого в этом, с другой стороны, как кажется нам, да, все очень корректно, и почему бы нет, можно подумать, но нет, видите, здесь имеется ряд отягчающих практик, которые как будто бы идут в комплексе, да, вот нельзя вот взять одно, а другое не брать, так вот, этим блоком, этим одним вагоном, одним чемоданом даются евреям в придачу другие разные нехорошие вещи, и вот слово блуд очень подходящее для описания всего этого комплекса ритуальных практик, вот видите, дух блуда сбил их с пути, ну, ну, как вот рассуждали, значит, очень важно, чтобы были дети, были дети у скота, у коров, у ослов, у твоей жены, у твоей служанки, дети это будущее, дети это рабочая сила, ну, как вот все запустить, процесс запустить можно, а можно бы запустить процесс деторождения, практикуя вот эти сексуальные какие-то контакты в этой роще, вот так вот, и это соответствовало идеологии хананеев, почему бы нет, да, и на поле можно это делать, и в роще это можно делать, потому что, как будто бы ты помогаешь Богу или Богам дух плодородия запустить, да, вот в это пространство, чтобы все хорошо работало, вот, но это, конечно же, вызывает у пророков ну, неприязни, да, так поступать нельзя, вместо для половых контактов, это есть семья, это есть семейная спальня, и больше нигде, да, Бог, Богом так не манипулируют, а Богов вообще нету, а получается, что многие люди простаки, ну, люди по-простому, по-простому рассуждают часто, они считают, что вот это вот дерево есть божество, и нужно его кормить, нужно на него возливать какие-то приношения, там, вино или кровь животного, жертвенного, но тем более это есть неправда и нехорошая вещь, потому что дерево это всего лишь палка, и как написано палка, вам ответа не даст никакого, да, на вершинных гор они закалывают жертвы, на холмах сжигают под дубом, под тополем и под теревинфом, чья тень так приятна, вот почему полудят ваши невестки, продаются разврату вашей дочери, но вот видите этот этот токсин, этот яд этих неправильных хананейских обычаев, они вот как будто проникают и в семейную жизнь, и вот итогом всего этого является разврат практикуемый в ваших семьях, все взаимосвязано, чтобы не было б, должно не практиковаться а, чтобы не было измен в семье, забудьте эти хананейские обычаи, почитайте духовным почитанием бога Израилева, бога Яхвы, то есть указываются культовые корни бытовой аморальности, но я не стану наказывать ваших дочерей за их блуд и ваших невесток за их разврат, мужчины сами ходят к блудницам и приносят жертвы вместе с проститутками, народ лишенный разума погибнет, очень хороший стих, очень сильный стих, как будто поднимающий рейтинг, что ли, или позицию, или репутацию всего этого текста, а стих такой, виноваты во всем мужчины. И замечу, что в древние времена и до недавнего времени религия была мужское дело, мужчины имели необходимое образование, знание, ответственность и свободное время тоже, чтобы заниматься религией. И мужчины сами являются инициаторами всех этих дел, практикуют все эти обычаи, ходят к блудницам, блудницам ритуальным, культовым, и вместе с ними совершают ужасные вещи. Вот они-то и виноваты, а женщины что, они идут как будто бы по ветру, они охвачены общей атмосферой. Если ты Израиль блудишь, пусть хотя бы Иуда не провинится, не ходите в Гилгалы, не восходите в Бет-Авен, не клянитесь, жив Господь. Вот в конце этой главы четвертой поднимается вопрос о том, что происходит в Южном царстве. И вот последние стихи этой главы рассказывают об Иуде, об Иудее. И там, видите, есть угроза, есть проблема. И проблема Иуды обозначена очень конкретно. У вас есть альтернативные культовые центры Бет-Авен, Гилгал, так вот там туда не ходите, там не посещайте тамошнее святилище, потому что у вас есть святилище одно, правильное, верное святилище в Иерусалиме, храм Соломонов. Как упрямая корова был упрям Израиль, так неужели Господь будет их пасти, как барашка на просторе, привязан к идолам Ефрем, так оставь его. Ну вот, Ефрем это есть название одного из колен израильских, колено Ефремова, это такое племя, такой род большой, и колено Ефремова, оно занимает доминирующее положение в Северном царстве, для того, что само Северное царство, оно называется частью, как в стихе 17, как здесь, Ефремом, да, Иуда и Ефрем, Иуда, колено Южного царства, давшего название всему Южному царству Ефрем, то же самое, но касается уже Севера, вот, значит, как какой-то упрямая корова, упрямый баран, привязан к идолам Ефрем, да, и нужно сделать только то, чтобы оставить этого охваченного нечестием, слепотой Северное царство, только сходят с них хмель, блудят блудом, любят приносить дары, но награда им позор, крылья ветра развеют дары и посрамятся они у своих жертвенников, ну вот оканчивается глава, рассказывается опять об Израиле, о том, что их ритуальные все эти усилия, это же усилия, да, они делают, они делают что-то ради бога, ради богов, как они их понимают, у них есть в этом отношении некоторое усердие, они благочестивы в этом отношении, но благочестие их неправильное, итогом этого благочестия окажется позор, срам и ничего другого, да, потому что бог не принимает любое поклонение, некоторые виды благочестия ему противны, бог Израиля, бог ветхого завета является богом этики, богом каких-то правил, и поэтому являясь богом правил, он сообщает правила и своему народу, эти правила выражены в комплексе постановлений, которые мы понимаем, знаем, как закон Моисеев. Дорогие друзья, голова прокомментирована, нашим партнером выступает портал экзоге.ру, спасибо за внимание, всего хорошего, не болейте.